Всем привет! С вами канал Артмания. Снова говорю немножечко тише, но у меня начинается полный трэш. Просто трэш. Я знаю, мы начинаем жить здесь как на пороховой бочке. Не знаешь, когда застучат и придут. Короче, вчера, вчера я не могла связать просто двух слов. Я была настолько в таком было шоке, в таком, блин, просто был кошмар. Вчера сижу спокойно за компьютером. Ребенка у меня ложится спать в 8. Но он так привык. Ему уже хочется спать именно в 8. Он сам идет уже, начинается раздеваться, переодеваться, сам залазит в кроватку. То есть уже 8 часов он хочет спать. Он так привык. Ложила ребенка спать. Сама пошла за компьютер, как обычно. Сижу, значит, время 9. И через наушники, там такие у меня наушники, а у них такие маленькие дырочки. И через эти вот, видимо, дырочки я начинаю, периодически слышу, что происходит застенка у соседей. Здесь, наверху, там, внизу. То есть на улице там периодически. Как-то вот они именно наушники вот эти улавливают. И, короче, я слышу плач ребенка. Где-то либо наверху, либо внизу. Ну, вот там вот наискось. То есть не у нас, либо у нас наверху, я не знаю. Короче, я снимаю наушники и сижу такая слушаю. Плачет ребенок. Я знаю, что это не мой. Я заплакал мой, это было очень громко. А это где-то отдаленно, там. Потом раз ребенок побежал. Дын-дын-дын-дын-дын. Там голыми босыми ногами. Дын-дын-дын-дын побежал. И тут неожиданно стук в дверь. Причем стук в дверь кулаком. Она вот так. Соседка. Я вам рассказывала буквально. На днях она приходила, ругалась со мной. И пришла опять. И прямо в дверь долбит. Я подпрыгнула. Я чуть-чуть из штанов не выскочила. У меня чуть сердце от страха не выскочило. Я так испугалась. Представляете, вот сидишь, прислушиваешься. Тишина. И вдруг неожиданно вот эта вот дверь. Бам-бам. Как вы знаете, вот приходит пьяный мужик домой. Он долбит в дверь кулаком со всей семьей. Вот точно так же было. Ай, блин, какой у меня был шок просто. Я вскочила. Думаю, сейчас она у меня ребенка разбудит. Точно. Я думала, она уже пришла с этой милицией. С этим Роспотребнадзором. Неужели они в 9 часов приходят так поздно? Думаю, ну надо же. Быстро подскочила. Открываю дверь. У меня прям, я не знаю, у меня глаза были в ужасе просто. Я открываю дверь и говорю, господи, что опять? Смотрю, она стоит одна. То есть никого нет. Она одна пришла. И я при себя стою, думаю, зачем долбиться так? Она говорит, у тебя ребенок в истерике плачет. Я говорю, у меня ребенок спит. У меня спит ребенок. Она говорит, нет. У тебя ребенок плачет. Я только сейчас слышала, как он у тебя здесь по коридору пробежал. Представляете? Он у меня спит в своей детской кроватке. Он спит. Говорю, зайдите, посмотрите. Говорю, тише. Говорю, не кричите. Вот так. Говорю, не кричите. Он спит. она все равно кричит громко спит у меня ребенок я тихо говорю не дай бог сейчас я его разбужу там испугается заплачет потом это будет напуганная думаю прошлый раз она его пришла напугала милицию не знаю откуда у меня ребенок про милицию знает честно но он напугался реально он боится он испугался сильно не сильно он испугался конкретно вот и опять она пришла еще в дверь так долбит так страшно вот я говорю мне ребенок спит я пытаюсь донести она не понимает просто просто не понимает у меня ребенок спит нет кто-то не спит у него истерика только что было наверху и тут короче наверху пробегает ребенок по коридору там же у нас длинный такой коридор вот пожалуйста говорю наверху дети бегают они не спят у меня ребенок ложится спать 8 вечера она стоит на меня просто смотрит зайдите посмотрите он спит он спит я познала что у него истерика я бы это услышала у нас тишина дома тишина у меня спит уже ребенок ну так нык 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 ну кстати надо было все таки и затащить наверное и чтоб она это убедилась что ребенок спит а у нее представляете то есть вот наша квартира над нами получается живет то есть плакал вот этот вот ребенок а ее квартира получается то есть наша и вот следующая сбоку то есть у нее вот так вот получается наискось вот этот звук пришел представляете наискось я думаю странно у меня у нее там наискось до нас ничего не приходит а у нее пришло где сижу там в тишине и услышала плач ребенка подумала может быть помощь нужна оказывается мама говорит нет она пыталась тебя просто подловить именно в тот момент что у тебя ребенок не спит чтоб вызвать милицию чтоб меня штрафовали там я не знаю или что такое то что у меня ребенок 9 часов не спит представляете то есть она в прошлый раз пришла ко мне время было час она мне сказала что у меня ребенок не спит типа это плохо она может вызвать милицию спокойно и теперь она мне еще в девять пришла когда у меня ребенок спал на бедному его чуть-чуть не разбудило я не знаю как он вообще не проснулся потом такая типа смотрит а у вас стена ровная и ровная не вибрирует у нас стена не вибрирует потом выяснилось оказывается что роспотребнадзор нигде еще не был то есть прошлый раз она сказала что он был у всех сейчас выяснилось что нету и плюс я то есть начала уже просто ходить и прислушиваться к звукам и я слышу с ее стены так вот ее стена с этой стороны короче в коридоре и в детской получается ее стена и особенно в детской с ее стены я слышу как звук такой работающий трансформаторные будки такой ну как провода знаете звук проводов вот тоже самое как будто там какой-то агрегат работы такая какая-то огромная холодильная камера периодически звук такой летом больше я у вас слышал звук а вот то есть он вам мешает мне ничего говорю не мешает я хочу жить просто спокойно спокойно воспитывать своего ребенка чтобы не ходили постоянно не трепали нервы говорить идите к соседям говорю вызывайте кого хотите вызывайте решайте свои проблемы сами говорю почему вы идете ко мне почему я должна решать ваши проблемы я пытаюсь с вами по-хорошему по-хорошему вроде это я говорю тут при чем у вас там диван ходит худуном вибрирует а я здесь при чем соседи наверху что-то включает а вы идете ко мне было просто в шоке было в такой ярости не знаю по моему даже я уж половину честно говоря не помню я даже не успел включить камеру хотя хотела включить камеру записать вообще разговор чего у нас там получилось вот мне блин я прям ей высказала конкретно я уже устал что вы ко мне ходите. Я говорю, что это такое? Я говорю, вы бы хоть постучали? Чуть-чуть. Тюк-тюк-тюк. Я говорю, а вы долбитесь? Так как? У меня ребенок спит. А вы долбитесь? Время? Я говорю, посмотрите сколько? Девять. Нет, я только что его слышала. Он спит, говорю, у меня. Спит уже. Не знаю, это просто кошмар какой-то. Уже просто становится, честно говоря, страшно. Страшно, что она неожиданно постучит. Страшно, что она вызовет милицию. Хотя я не понимаю, что мы делаем не так. Я этого не понимаю. У меня ребенок уже ходит тихо. Он ходит уже на цыпочках. Мы разговариваем уже шепотом. Ну бывает, иногда он там пробежит. Бывает. Наверху дети, наверху. Дети носятся. Вечером вносятся, в выходные носятся. Она к ним не поднимается. Она идет ко мне. Наташа, иди решай проблемы их. Чего они там носятся? Ко мне. И милицию она хочет вызвать мне. Чтоб ко мне сюда пришла. Хотя мы ничего. Музыку даже мы уже перестали слушать совсем. Ребенок хочет танцевать. Он хочет музыку. А я не включаю. Потому что она нас пугает. Милиция. Я не знаю что делать. Честно напишите в комментариях. Как считаете вы. Ну не знаю. Это ужасно становится. Уже живешь действительно как на пороховой бочке. Взлетишь или не взлетишь. Пригласит она кого-то. Ну да конечно. Милиция придет. Посмотрит. Все хорошо. Все чисто. Ходит. Спокойно. То есть блин. Один всего ребенка. Я понимаю. У меня было 5 детей. Носились. Орали. Визжали. Дима один. Сидит в комнате. Спокойно играет. Ну пробежится один раз. Ну два раза пробежится. Все. Тишина. Мы живем практически в тишине. Ну разговариваем. Да. С ребенком занимаюсь. Сюда сюда и все. Наверху там не ощущение. Кажется там детей двое или трое. Они вот прям ду-ду-ду-ду. 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 Там с утра в субботу вообще там в 8 утра они вырубают телевизор и бегают. Я однажды просыпаюсь в 8 утра. Было там месяца два наверное назад. И просыпаюсь от таких слов. В атаку. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Побежали. Ну дети играют. Нет. Что я буду милицию вызывать? Там дети бегают наверху. Ну нет конечно не будут. Ну блин. Зачем мне это надо? Пускай дети бегают. Она говорит я сижу в тишине. Там пишу научную диссертацию. И вот услышала что у вас ребенок заплакал. И сразу прибежала. Она настолько быстро пробежала. Она даже забыла закрыть свою входную дверь. Обычно она ее закрывает на ключ. Проверяет закрыта ли она. И потом идет ко мне. Потом возвращается опять. Открывает свою железную дверь. То есть входную в квартиру. И обратно. У нас правило получается на 2 квартиры. Вот это даже она забыла ее закрыть. Даже не захлопнула. Она открытая у нее была. Даже не успела. Торопилась видимо очень сильно. Мама говорит сделаться. Наверное я буду скорее всего делать такую штучку. Вешать сзади на дверь. И подпишу. Ребенок спит. Не стучать. Вот как в гостиницах бывает. Не беспокоить. Вот думаю я наверное буду точно так же вешаться. А думаю потом с утра ее убирать что ли. Блин я забуду про нее потом в конце концов. Постоянно туда выглядывать. Постоянно ее забирать. Скласть. Но зато моего ребенка не разбудит. С утра я проснулась у ребенка. Спросила слышал ли он. Сказала слышал звуки. И то что он испугался. Думал что медведь стучится. Что медведь пришел. Но это действительно это были такие похожие звуки. Это было очень страшно. При том что у меня вот тут в комнате была дверь открыта. И я сидела в тишине прислушивала. Блин как она пугалась. Я не знаю. Меня аж трясло от страха. Меня аж трясло насколько я испугалась. Я думала так не дай бог у кого-то больное сердце. Да от испуга. Так может от испуга вообще умереть нафиг. Неожиданно. Представляете вот вы сидите в тишине. И вдруг стук в дверь. Бам-бам-бам. Не знаю это вообще. Нет самое интересное то что ей доказывают. Что у меня ребенок спит. А она не понимает. Знаете. Это было похоже как допустим женщина одинокая. Женщина живет в трехкомнатной квартире. Одинокая. Одна абсолютно. У нее никого нет. И тут из-за стенки допустим в соседней квартире. За стенкой да. Приходит другая женщина. И говорит у тебя плачет ребенок. А она говорит. Нет. Говорит я одна живу. У меня нет никого. Нет. У тебя плачет ребенок. Я слышала. А та нет. У меня нет ребенка. Я одна живу. Какого ребенка. Ты что с ума сошла что ли. Она нет. Она мне доказывает. Я слышала. Я слышала у него истерика. Вот прям за стенкой. Слышала. Я говорю плакала ребенок наверху. Или внизу. Ну видимо наверху. А может и внизу. Кстати ребенок есть. Не знаю. Но плакал минуту. Кстати плакал ребенок одну минуту. Одну минуту. То есть это не была истерика на полчаса. Или там на 10 минут. На 5 минут. Была одна минута всего. И она уже прибежала. Уже честно вот становится страшно. Сейчас у меня днем ребенок заплачет. И она прибежит опять. Вечером ребенок заплачет. Или вздохнет громко. И она опять прибежит. Ну что такое. Ну не знаю. Это превращается в какое-то издевательство просто. Это просто издевательство. Притом мы с ней не ссорились. Мы ей не мешали никогда. Ничего. И тут вот так вот вдруг неожиданно. Уже просто страшно становится. Говорю приглашайте распреднадзор этот. Милицию. Я с вами хочу по хорошему решить. Я говорю блин. Мне надоело уже что вы ходите постоянно ко мне. Ходите и ходите. Ну сколько можно. Вы видите что у меня ничего нет. Стена пустая. У меня ничего не работает. Ничего нет. Говорю зайдите посмотрите. Нет у нее там вибрация какая-то непонятная. Говорю вся вибрация идет всегда сверху вниз. Говорю все протяжения к земле идут. Да. Надо сходить к ним посмотреть. А может у них кондиционер работает. Вы не знаете. Я говорю не знаю. Короче у нас вот такой вот шок. У нас такой треш. И блин. Я просто уже начинаю переживать честно. Не знаю почему. Но я начинаю переживать. То что ну придет милиция. Милиция просто так не приходит. И я сомневаюсь что они. Не знаю короче. Мне страшно честно. Мне становится страшновато немножко. Да. Они придут посмотрят. Ничего страшного нет. Все нормально. Маленький ребенок бегает. Чистенько. Все чистенько. Одет. Накормлен. Я не знаю что они там будут смотреть. Я не знаю. Наверное скорее всего она скажет что ребенок бегает. Играет. Короче такой треш. Я в шоке. Я вчера была просто весь вечер в шоке. Я все это в голове перематывала. Перематывала. Думала. 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 Блин. И надо было ведь идти ко мне. Думала. Не пойти наверх. Разбираться наверху. А она пошла ко мне опять. Сегодня ее вообще целый день не было. Я думала что она уехала. С утра она там когда-то ушла. И уже к вечеру пришла. Обычно она ходит. Хлопает дверью. Дверью. Она так дверью хлопает. Мы подпрыгиваем. Честно. Мы реально подпрыгиваем. Очень громко надо будет в следующий раз ей тоже сказать. Вот это вот. Высказать когда она придет. Пришла все таки. Вечером у меня уже ребенок засыпает. Несколько раз вздохнул. Я уже думала она сейчас придет и скажет что у тебя ребенок вздыхает. Ощущение знаете такое впечатление как будто я живу в коммуналке. И как будто вот соседям не нравится. И в соседней комнате они ко мне в соседнюю комнату приходят. Вот у тебя ребенок вздыхает. У тебя ребенок там чихнул. У тебя ребенок пукнул. У тебя ребенок это и это. Такое ощущение становится. Начинаю честно говоря уже уставать от этого всего. Уже будет хотя длиться это не так уж и долго. Не знаю до чего это все дойдет. До чего там всего это будет. Не знаю даже честно. Мне кажется у нее явно что-то не так. Честно. Потому что вызывать милицию. Потому что ребенок пробежал. Пробежал. То есть он не бегает. Не бегают дети 5 человек там в атаку. И побежали вызывать из-за этого милицию что ли. Блин я не знаю. Что у меня там телефон звонит. Короче вот так вот. У меня зазвонил телефон. Я отлучилась. Мама звонила. Короче у нас вот такой вот треш. Честно говоря я никогда бы не подумала что ко мне. Уж как мы тихо живем. Как мы спокойно живем. Спокойный образ жизни. То есть у нас не вот там какие-то компании. Какие-то там выпивохи там ходят. Да. Постоянно. То есть живем довольно тихо. Нас практически не слышно. Я никогда бы не подумала что ко мне будет ходить соседка. Каждый месяц. Или даже там по ночам приходить. И говорит. Говорит что у меня явно что-то не то. Что у меня плачет ребенок. Что у него истерика. Что у него он бегает. Хотя он спит. Честно. Я никогда бы не подумала что у меня такое будет. И при том что меня больше всего удивляет то что она не идет решать проблему. Она просто сваливает ее на меня. Вот это вот меня честно говоря больше поражает. Почему вот так. Почему это вот так. Почему не взять и пойти к соседям. И с ними поговорить. Сказать ваши дети мне мешают. Они у вас бегают. Она просто идет ко мне и говорит. Наташа думай. Думай. Надо что-то решать. Я так больше не могу. Мне невозможно жить в этой квартире. Решай. Иначе я приглашу милицию. Просто подбред назор. Решай. Делай что-то. Что-то надо делать. Наташа делай. Сразу ко мне. Вот это вот меня честно говоря поражает. Да. То есть она свободный человек. Она может выйти из дома в любой абсолютно момент. Закрыть квартиру и пойти к соседям разбираться. То у меня такой возможности нет. Мне нужно что? Одеть ребенка. С этим ребенком подняться наверх. В подъезд. Да. К соседям. С ними стоять решать. То есть они мне дверь не откроют например. Да. Мне обратно домой спуститься. Раздеть ребенка. Потом пойти вечером. Да. Мне опять одеть ребенка. Опять меня подняться. То есть. Мне это гораздо сложнее. Почему вообще должна делать это я? Я что главная по подъезду? Нет. Есть человек который у нас. Кстати да. У нас есть. Главный по подъезду. Главный по дому. То есть есть специальные люди. Главный по подъезду. Почему она к ним не идет? Она идет ко мне. Наташа. Решай. Блин. Вот это меня просто шокирует. Просто. У меня шок. Почему я? Говорю. Давайте говорю сами. Идите и решайте свои проблемы. Идите решайте. Я не помню честно что я там конкретно ей сказала. Но что то наверное такое вот подобное. Я просто была в огромном просто шоке. У меня был просто шок. Это было неожиданно вообще. Я не ожидала что она придет. Честно была в шоке. У меня еще пролетала мысль. А я еще. У меня в этот момент была стирка. Я детскую одежду вечером стирала. Вот. Ну чтобы она уже на сегодня была готова. И у меня еще такая помендула мысль. Она не придет случайно? Да нет думаю. Месяц же еще не прошел. Она пару дней назад всего лишь была. У меня как раз идет стирка. И тут она пришла. И теперь получается мы даже не постирать не можем. Ни бегать мы не можем. Разговаривать нам запрещено громко. Ходим на цыпочках. Скоро смеяться наверное нельзя будет. Блин. Кошмар. Жизнь превращается в кошмар. Просто. А почему то я не пойму. Почему я ей ничего не делала. Мы не общались даже. То есть ничего плохого я ей не делала. Не знаю. Так вот. Может быть в голову просто ничего не приходит. Иногда ощущение создается как будто мы снимаем эту квартиру у нее. Как будто мы у нее снимаем. Вот она приходит постоянно. и жалуется. То это не так. То это не так. То это не так. То тут не так. Не знаю. Просто она в тишине хочет жить. Но это нереально. Наверху есть соседи. Внизу есть соседи. Там наискось у нее. Там с той стороны. С той стороны. Со всех сторон. Вот так вот. Я очень жду ваши советы. Какие то успокоения. Надеюсь что меня успокоится. Не знаю. У меня до сих пор шок. Вчера у меня был просто. Причем это вечером произошло конкретный шок. Я думаю. Слава Богу что это вечером. Иначе бы я целый день ходила бы и ругалась. Вечером сегодня уже мы укладывались спать. У меня была идея сделать какой-то как бы граммофон. Что ли они вот называются. Там розетка получается. Сквозная скорее всего наша розетка. И ее. Она у нас закрыта. Открыть эту розетку. И просто через розетку ей клянуть. Ребенок лег спать. Не стучать. У него хотелось честно сделать вот так вот. Чтобы она там с другом. Чтобы она поняла что у меня ребенок спит. В случае чего. Потому что вот так вот я сижу отдыхаю. Да. Вот сижу. Вот она меня будет вечером пугать. Мне уже страшно. Сейчас там ребенок побежит. Она ко мне прибежит. Сейчас там наверху ребенок заплачет. Она опять ко мне побежит. Наташа решай. Так больше нельзя. Я не могу так больше. Я тоже говорю не могу так больше. Ладно я вас наверное уболтала. Там получился очень длинный такой ролик. Пишите комментарии. Подписывайтесь кто не подписан. Комментарии. Ставьте лайки. Просто хотела с вами поделиться. Правда. Интересно что скажете на эту тему вы. Что там еще. Лайки. Комментарии обязательно. Обязательно. С каждого. С вас. С каждого. Комментарии. Да. Наверное мне не стоит все таки переживать. Я так думаю. В принципе мы же не шумим. У нас все хорошо. Вот. То есть. Не знаю. Фиг знает. Ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Artmania. Всем пока пока. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.